Друзья, всем привет! С вами Елена Мартынова. Сегодня хочу показать вам новый альбом, который я сделала. Это свадебный альбом. Тема очень редкая в моём творчестве, но, тем не менее, одна из самых любимых. Ну, как бы мне их не заказывают, такие альбомы, поэтому я не делаю. Но на самом деле вот этот альбом мне не заказали. Я его делала под вдохновением от коллекции «Арт Алхимии». Напишу название коллекции в описании к видео. Ну, здесь, может быть, на видео тоже добавлю. Не помню, как она называется. На самом деле в этом альбоме даже две коллекции от этого производителя, потому что свадебной мне бы не хватило. Альбом получился очень большой. Вот он на пять разворотов. Он вмещает очень много фотографий. Ну, я не считаю никогда, сколько там фотографий, но пятьдесят точно поместится. Причём абсолютно любого размера можно фотографии вставлять. Я не везде делала подложки или уголочки под фото как бы для свободного размещения. Ну, давайте начнём с обложки. Сначала с самого альбома, как он выглядит снаружи. Обтянула я его вот такой вот нежно-розовый замшей. Скорее, это такой розовый персиковый цвет. Это двусторонняя замша. Очень приятная она. Я просто... Мой фаворит, наверное, в обтяжке обложек для альбомов. Как бы предпочитаю её. Но не всегда у меня есть нужные цвета. Но вот здесь вот прям подошёл, мне кажется, этот розовый цвет идеально. Украшен он чипбордом от скрапиков. Это вот эта вот решётка, ажурная решётка ворот. Это цветочки магнолия здесь. А надпись это фэнтези. Я заказывала такую рамочку, и внутри была надпись. И никак я не могла эту рамочку сюда пристроить на альбом. Поэтому я её просто вырезала. Просто мне была надпись нужна, и я вот так вот добавила. Проклеила. Вот так вот вам, наверное, видно на плёнку. Ну, чтобы как бы всё надёжно держалось. Все цветочки у меня проклеены. И ворота тоже. Цветы здесь абсолютно разные. Здесь есть тканевые. Здесь есть от Прима Маркетинг. Много слоёв кружева. Есть вот такая вот лепнинка здесь. Здесь стразики. Ну, это как типа братцы. Но это на самом деле клеевые стразы от Эко Парк. Тоже сюда удачно подошли. Очень я боялась добавлять текстурную пасту на обложку. Но мне хотелось как-то обогатить фон. Потому что когда просто раскладываешь эти элементы, явно там что-то не хватало. Подкладывать бумагу было некрасиво, грубовато. И я добавила всё-таки, рискнула, добавила текстурную пасту. На самом деле очень хорошо она легла. Прекрасно приклеилась. Ничего не отваливается. В общем, я довольна. Кстати, вот здесь вот вырубка салфеточки. Здесь их даже где-то вот одна, вторая. Где-то здесь третья. Но всё в слоях спряталось. Ну, как бы я и не стараюсь, чтобы это было всё видно. То есть это добавляет немножко многослойности. И мне как бы достаточно. Из топпингов здесь бусинки. Вот такие вот пайетки блестящие и пайетки прозрачные. Тоже не стала я слишком много топпингов добавлять. Ну, мне показалось, это перегрузит уже обложку. А вот такая вот какая нежная, лёгкая, воздушная она получилась. Мне очень нравится. И ещё один такой элемент на этой обложке, который, ну, я вообще сама придумала. Хотя, возможно, кто-то уже так делал, но я не видела. Хотя, может быть, и видела, но где-то у меня это в подсознании осталось. Короче, это вот эта фата. Фата невесты. У меня есть такая вот типа ленточки, да, вот она гипюровая с точками. И я хотела как-то вот её в слои сюда добавить. Ну, просто как-то волной или вот это всё. И совершенно случайно приложила её как фату. И мне так понравилась эта идея, что я решила сделать это такой вот. Видите, она как бы огибает ещё обложку, отгибает альбом. И получается вот такая вот у невесты объёмная фата. Мне кажется, это просто вообще гениальное решение. Я здесь пришила, прихватила ниточкой, ну, и приклеила тоже. А к самому альбому я пришивала её в некоторых местах и добавляла, ну, с помощью бисера, прозрачного бисера. То есть, чтобы не просто так ниткой пришить, а чтобы, ну, как бы ещё какое-то украшение было. Так, корешочек давайте сразу вам покажу. Вот так вот корешочек у меня украшен. Тоже немножко текстурной пасты, немножко кружева и цветочек. Я хотела добавить кисточку, ну, как бы я всегда раньше добавляла какие-то висюльки. Ну, сейчас я что-то отхожу от этого, мне не нравится, когда здесь что-то болтается. Ну, перестала нравиться. Ну, как бы для миников это оправданно, я бы, наверное, использовала. А в большом альбоме, ну, меня напрягают вот здесь ещё висящие какие-то моменты. Так, закрывается он на магнитную кнопочку. Вот здесь вот я украсила её вырубкой. И здесь так, небольшой декор, в общем, на задней части. Как бы я уже, конечно, устаю к концу альбома. И уже украшать спинку не всегда хочется как-то слишком. Ну, мне кажется, достаточно, в принципе, таких элементов на спинке. Тем более, кнопочка тоже красиво украшена. Так, ну, давайте перейдём непосредственно к страничкам альбома. Расскажу вам, что да как. И чем я недовольна. Что я сделала немножко не так. Так. Основа. Когда я начинала делать альбом, то есть я начала с чего? Из крафта я сделала, как бы, вот эти все заготовки страничек. Основу под странички, что ли, да, как их назвать. Чтобы потом уже декорировать бумагой. Но дело в том, что я делала эти заготовки из крафта для другого совсем альбома. Из другой бумаги я хотела 49 маркет. У меня очень много остатков разных коллекций. Такие летние, яркие, всякие. И я хотела их использовать для этого альбома. Поэтому взяла крафт. Но пришла коллекция от арта алхимии свадебная. И мне прямо вот-вот очень сильно захотелось сделать свадебный альбом. И чтобы не терять время и не резать заново вот эти все основы. Они были у меня все абсолютно готовы на все пять разворотов. Я решила их использовать. И мне не очень нравится, как смотрится здесь крафт. То есть лучше бы здесь была, конечно, просто белая акварелька там. Или что-то. Карсток какой-то белый. Ну, смотрелось бы понежнее. Ну, теперь как бы уже все. Деваться некуда. Альбом сделан. И я вот этот момент обнаружила уже в конце. В самом-самом конце. То есть в процессе, пока я делала, меня ничего не смущало. Мне все нравилось. И только когда альбом был полностью готов, я поняла, что лучше бы, конечно, я сделала на белом. Ну, да ладно. Итак, первая страничка. Вот такой вот здесь вот костюм жениха и невесты. Кружево. Цветочек. Подложка для большой фотографии. Без уголков я делала. Ну, в смысле, я не делала вот эти вот прорези. Под фотографию я положу в комплект просто уголки прозрачные. И, ну, как бы и все. То есть не стала я делать никакие прорези. А почему не стала, я не помню. Вот так вот оно произошло. То есть вот здесь вот для двух больших либо фотографий, либо для четырех поменьше. Ну, и здесь, соответственно, так же. То есть вот такие вот большие, большие места под фотографии я оставляла. Ну, чтобы уже как бы самостоятельно решать, каких фотографий больше вертикальных, горизонтальных. Какого формата их хочется добавить. Вот. Здесь бантик. Последнее время я что-то разочаровываюсь в магнитах. Мне кажется, они плохо держат странички. И, с одной стороны, я не люблю вот эти завязки, но, с другой стороны, мне деваться некуда. Я не знаю, как сделать уже эти странички альбомов, потому что магниты не держат, завязки надо развязывать, анкеры пальцем не подцепишь. Ну, короче, в общем, дилемма у меня. Я пока в сомнениях, что же делать. Так, следующая страничка открывается вот так вот. И вот так вот. То есть все абсолютно чистенько, спокойненько. Просто красивый лист бумаги, который даже и не требует никакого декорирования. И украшена вот эта только передняя часть странички. Мне, на самом деле, после времени очень нравится именно такой формат альбомов, когда внутри просто бумага, то есть добавится фото, и там уже декор, мне кажется, избыточен. А вот как бы открыл разворот, и вот он красивый. Вот он такой вот. Так, второй разворот. Ну, как бы на первом раз уж я использовала ленты, то я перестала стесняться и стала их использовать и дальше. Здесь рамочка для фото. Вот так вот можно подсунуть. Очень красивые здесь молодожены мне нравятся. Цветы, будильник. Надписей в этой коллекции нету. Ну, вернее, их есть, но очень мало, и они на английском языке. Все-таки я сейчас предпочитаю делать надписи на русском. Такие вот достаточно универсальные добавила. Это от Mono Design. Так, открывается вот так, и еще вот так. Это не рамочки, это просто из остатков бумаги я таким образом делаю подложки. Ну, когда закроются фотографии, здесь уже видно ничего не будет. Вот так вот. Ну, зато у меня вообще не осталось от этой коллекции ничего. Ну, вырезалки только остались, бумаги не осталось вообще. То есть я срасходовала все полностью. От двух, как я уже сказала, от двух коллекций. Вот свадебный и вот еще второй. Вот такая вот страничка. Здесь вот я делаю петельку из ленты тоже, чтобы удобно было открывать. Здесь для маленькой фотографии. Так, и здесь вытаскивается вот такая штучка. Очень красивая дверка здесь. Не хотелось ее ничем закрывать. Ну, потом, возможно, фотография она закроется. Ну, а может быть и нет. То есть здесь книжечка для фотографий. Так, третий разворот. На третьем большая тканевая рамочка. Я изначально хотела делать обложку из этой ткани. Ну, так вот крутила-крутила ее и передумала. Не взяла замшу. Ну, рамочка вот здесь осталась. Опять же, остаются вот эти остатки бумаги. Вот я их придумала сделать на такие теги для фотографий. То есть можно приклеить фотографии сюда, вставить уголочки и вот так дополнительно их там хранить. Ну, здесь вот как бы вставляется. И еще кальку я проложила. Единственное, не знаю, вот оно добавляет здесь объемы. Не будет ли деформироваться эта фотография. Ну, в принципе, их можно вынуть и просто фото здесь оставить. А эти положить у меня. Вот с этой стороны есть кармашек большой. То есть вот здесь вот на... Так, где она вставляется? Вот так вот здесь вставляются две фоточки. А здесь не вставляется? А, нет, вставляется с двух сторон, да? То есть можно вставить две фотографии. И здесь большой карман. То есть здесь уже лежат вот такие вот большие. Ну и, в принципе, сюда же можно добавить, если что, и вот эти. Вот так вот. Здесь магнитики. И, в принципе, когда страничка открывается вот так вот вверх, то она нормально магнитится. Когда она открывается в бок, то при поворачивании, как правило, она все равно отваливается. Не люблю я этот момент. Так, ну давайте я назад вот сюда добавлю. Так, следующий разворот. Вот такой вот он. Здесь открывается вот вперед. Ну, здесь вот на полчаса, как раз, два, на четыре фотографии подложка. И вот эта пятая здесь подсовывается. Таким вот образом. И здесь опять же ленточка. Здесь вот такой вот интересный элемент клапан от конвертика. Здесь открывается. И в конвертик можно положить либо фотографии, либо какие-то записочки поздравления от гостей. Ну, еще что-то. И здесь, в принципе, тоже, если будет фотография, чуть-чуть можно будет подсунуть под конверт. Ну, или наклеить поверх конверта. Как угодно. По-всякому можно сделать. Очень мне нравятся вот эти шифоновые ленты. С удовольствием их использую. У меня здесь цвет... Это, кажется, белый, да? Потому что вот у меня есть такой молочный или сливочный. Вот это скорее молочный, потому что белый бы он был прям белоснежный. А вот этот прям очень хороший цвет. Так, вот момент вот с этой страничкой. Как я вам говорю, магнит ее не держит. Мало того, я сделала здесь вот из прозрачного сердечка вот такой клапан. И все равно он не держит. Что-то надо было делать более надежно. Уже анкер уже мне не хочет за сюда делать. Ладно, так оставлю как есть. Здесь еще одна тканевая рамочка. Уже такая вот с фигурной сердечком. Попробовала я сделать. Такая вот композиция здесь с граммофоном. Ну вот была идея сделать вот эту фигурную страничку. Вот я ее как бы и сделала. Здесь тоже можно ставить фото. Открывается. И открывается вот так вот. И с обратной стороны открывается вверх. Вот здесь объемная достаточно композиция. И открывается вниз. Здесь уже у меня... Видите, я даже обложку бумаги использовала. Но в принципе здесь Lovely Memories надпись подходящая. И кто не знает, тот не догадается, что это обложка. То есть в принципе больше никакой информации о скраб бумаге нет. Поэтому смотрится достаточно неплохо. В этом развороте меня еще не устраивает вот этот вот принт на бумаге. Вообще он мне изначально не нравился. Вот этот зеленый. И я не хотела его использовать. Но потом подумала, ну как так, вроде он как есть в коллекции. Ну как его не использовать. Надо попробовать. Ну в общем зря. Мне не нравится этот зеленый. Я вообще как бы не очень понимаю, почему польские производители любят зеленый цвет в свадебных коллекциях. Это моя третья коллекция, наверное, польских производителей. И у всех были очень много зеленого. То есть, ну, пупу, не знаю. Может быть у них какие-то традиции. Мне хватило бы вот достаточно вот, ну, что-то такого вот. Идеальный свадьбный, наверное, да. Зеленый как-то не очень. Ну да ладно. Вот такой альбом у меня получился. Спасибо, что порассматривали его вместе со мной. Надеюсь, он вам нравится. Мне нравится. Я довольна обложкой. Я очень долго не могла приступить к ее созданию. То есть, сам альбом у меня был готов, я не знаю, ну, наверное, месяца два или три. То есть, полностью были готовы странички. И оставалось только собрать это все в переплет и сделать обложку. И, как обычно, ты же не знаешь, как ее делать. Ты же мечешься, мечешься. И тут как бы я что-то складывала. Мне не нравилось, не получалось. Я уже расстраивалась, что получится некрасиво. Но в результате мне очень нравится, как получилось. Еще раз спасибо, что были со мной. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok